Тирипдирипдирипдирипидирипдирипдирип. Как у нас в Районе появились две... Еоăă! На два, три, раз, два, три... Номер его в блог, в инстаграмме в БАН, Он явно не тот, кто был богом тан Эне, Е My My две, чертонаer! Добрый вечер где б** Joint! Прибед! Народ, здравствуйте! Привет, Дима. Привет, Рома. Привет, Серёжа. Здорово, пацаны. Здрасте, здрасте. Он предложил поговорить по поводу тенденции, что люди записывают подкасты. Тенденции, что люди записывают подкасты. Да, но он типа такой «Чего, бля, я подкаст, записывайте, козлы банны». Давайте-ка вам. Не супер приятный чувак. Типа «Чего, вы как все подкасты решили записать?» Да, ну короче, я, знаете, о чём вообще подумал? Ну, от чего можно оттолкнуться? К чему-то оттолкнуться от этой темы? От его ебальника. Парочку было замечаний после первого стендапа. Мы все, мы все подметили. Да, ну типа мы, никто не знает, кто мы такие. У нас всё на карандаше. Да, кто мы такие? А кто мы такие вообще пожитухи? Что за пацаны? Те люди, которые, в основном, когда друзья типа смотрят, они понимают, что за типы. А есть люди, которые с нами не знакомы, поэтому мы сегодня будем знакомиться. Сейчас дверь закрою, бля. Давай. А, закрытый, бля. Че, у меня какие-то сегодня корни дагестанские лезут из руки. Это кутикулы. Нормально, нормально. Я пожил, нормально. Ну че, давайте расскажем о себе. Мы вообще, короче, из Тюмени, мы живем в Тюмени. Дима коренной тюменец, Дмитрий Баранов. Это я, привет. Будет подложка, типа? А мы с Ромой коренные хмаловцы. Ханты. И молочные тюменцы. Как это? А! Коренные ханты и молочные тюменцы. Каламбуби. И вообще, братан, я с того прикола выпала. Молочный выпал. Не, вы просто на высшее образование когда учились, у вас веревочкой подвязали и к поезду. И поезд поехал, и вы за ним бля-бля-бля. Вот, собственно, мы и рассказали о себе. Да, с таким же успехом. Давайте, что, какой-то, может, замутим прикол? Да, просто, что, давай начнем одного человека просто обострем, потом второго обострем. На меня времени не хватит и пойдем домой. Давайте, Дима. Димас, ознакомим Димаса с публикой. Привет. Публика с Димасом. Димас, дамский укупник. Угодник. Короче, что, кто это? Димас, это, вот, пацанчик, он, короче, ведет свадьбы, корпоративы. Со мной, мы ведем. Серега, они вдвоем, короче, ведут свадьбы, корпоративы. Про Димаса давай, про Димаса. Давай, про Димаса. У него есть красивый костюм. Два. Два, да. Он снялся. За пятнашку он, прикинь, купил костюм тройку. За пятнашку. За пятнашку. Пиджак клетчатый такой. Блин. Ебва, такой, знаешь, коричнево-бежево-зеленый. Такой вот. Вот представь цвет костюма, который ты бы нахуй никогда не купил. Цвет богача. Костюм богача у меня. Пазана. Нет, нет, братан. Это очень богатый. Ну, костюм богача чисто после мероприятия. Солидно. Ну, давай, давай кинем вот эту картинку в тебя в этом костюме и посмотрим, как люди скажут, костюм это богача или нет. Бля, если мы поставим, прикинь, картинку Димаса полностью на весь подка... Ну, пока про него рассказывают. Только Димаса. Димас такой в костюме, короче. Ну, вообще, Димас учился с нами в университете в строительном. Давайте, что мы еще знаем? У него есть брат. Мне 26 лет. На самом деле, людям, похуй ее, да? Типа, нужно, что... Ну, кто такой вообще? Интересные факты, да. Димас, 26 лет. Иногда работает кем? Ведущим. Ведущим. Бля, во-первых, пацаны, простите, чтобы перебил опять перформанс про Димаса, мы безработные все. Да, мы не состоим нигде... Даже в группировке. Да, в официальных... Даже в группе ВКонтакте работы 72. Раньше мы работали. Да. Да, Димас, вот, например, учился в университете в отделе по каким-то... Работал. Работал в университете. А, работал. В каком-то отделе, в каком-то университете. Да. Давай так, не говорите. Вот, я там работал полтора года и потом по какой-то из причин короче, я ушел. Достиг пика своей карьеры. Да, да. Я думаю, вообще, на самом деле, у нас схожая история с вот этими местами работы постоянными. Ты сколько, Ромчик, больше всего в жизни, ну, подряд работал? Ну, типа, около двух лет, получается. Ебану, ты жесткий. Димас полтора. Это тоже самый был крупный. Да, самый крупный. Самый крупный. Ну, все, давайте дальше про меня, что я готов купаться в лучах говна и славы. Ну, короче, вот, в университете Димас учил, работал. И, ну, насколько я знаю, он уволился из-за того, что заебали. Ага, кто? Родители? Ну, в целом, короче, ситуация как? Родители в университете. Учащихся, да? Нет, короче, мне надоело работать и я, соответственно, начал жестко косячить. И у меня такая есть особенность, почему вы не начали говорить с того, что я выпиваю. Ну, да, да. Выпиваю. Ты же сам должен признаться. Да, я изрядный... Ну, выпиваю. Выпилоха. Уячит вообще жестко. Я не алкаш, я выпивоха. Балагур, да. Балагур, выпивоха, да. И один из моментов моих был, короче, у меня когда нападает грусть, мне нужно куда-то уехать пьяным. Один раз я уехал в Москву, а другой раз я уехал в Екатеринбург. И вот все эти два раза я работал... А приехал в Ленинград. Да. Курченко, блядь. Самый прикол-то... А ты знаешь, когда он в Москву улепетал, короче, он приехал на поезде, ну, он соскочил на поезде в Москву, приехал на какой там вокзал? Ярославский. На Ярославский вокзал. Такой посмотрел, ебать, Ярославский вокзал. Вызвал такси в аэропорт и улетел домой. Да не, ты что, ты самое интересное не рассказал. Я, короче, уехал и со всеми попрощался. Такой, говорю, ребята, все, я новая жизнь начинаю. Буду в Москве. Все, будут так вот, начинаются все карьеры в жизни. Такой дичь. Со мной не попрощался, мне вообще швед позвонил, говорю, что за тема Димасу ехал. Да подождите, я все самым интересным. И, естественно, и родителям, я всем это все это написал. И уже прошло примерно так, достаточно времени, я уже отчухался в этом поезде, такой, понимая... Отчух-чухался. Отчух-чухался, блядь. Я такой, блядь, чина творил, короче. И такой, понимаю, что уже хорошее количество времени мне родители вообще ничего не отвечают. Я брату пишу, я говорю, только не говоришь, что родители в Москве. Он такой говорит, хорошо не буду. Я приезжаю на Ярославский вокзал, я понимаю, что меня будут, кто меня будет встречать. Они полетели? Они прилетели, я на меня на Ярославском вокзале встречают родители. Нифига. Жестко. Это реально, любовь и голуби. Я хотел вам сказать привет, земляки, но не стал. Короче, я подхожу, и мне так говорят, мы не за тобой приехали. Мы просто хотели посмотреть сыну в глаза, который с нами по СМС-ке попрощался. Бляд, я уже билет купил, до дома. Говорю, все, я уже до Ярославского вокзала вызвал такси и в аэропорт до Тюмени. А они на самолете? Они на самолете покайфовали. Но я их вытащил, вытащил у стариков погулять. Ну да, проветрил. Ну, странным образом. Ну, короче, судя из истории, вы могли понять, что Димас, знаете, такой сиюминутный мажор. Мог себе позволить купить билет на поезд, потом купить билет на самолет, на такси, блядь, в аэропорт. На такси ты поехал? На такси, да. Да нет, это не так дорого. Это не так дорого. Сколько? Да блин, от Москвы, от аэропорта, от Домодедова, ну, примерно, ну, рубчик, рубчик где-то стоит. 800, да, 700, 9-1000 рублей. Лайфхак, короче, я прохал, нам общий друг наш мне однажды приколол, ну, мы прилетели в Москву, чтобы не ехать, например, на вот этом дырявом, ну, как не дырявый этот, извините, опять, аэроэкспресс, вот, нужно, короче, на маршрутку сесть, маршрутка стоит рублей 150, доезжаешь до ближайшей станции метро, и все, и соскакиваешь, куда тебе надо. Почему люди так не делают? Да, все, все, обо мне все рассказать. Да почему? Ну, Димас играл в КВН, короче, он веселый пацан, он любит женщин, очень сильно, он такой дамский угодник. я просто люблю женщин. да, он не угодник, он такой, типа, и все девчонки почему-то ведутся, я не понимаю. Почему-то. Да не, ладно, харизма, харизма, базар 0. мы, телефон, стар, здесь, можете не звонить. Не, на самом деле, мне понравилась фраза, недавно я прочитал мем, типа, я как рыбак, который ловит рыбу и отпускает, только я так же смешу женщин и не ебу их. Такая же тема. Я тоже рыбак. Некоторые обижаются. Ты просто клоун. На что обижаются? Ты меня насмешил и не трахнул. Голая такая, лежит, как хочет. Я обиделась. Я такой, я обиделась. Я такая начинаю древеть, а я когда одеваюсь, такой в такси сажусь, такой, и шутку говорю, такая сквозь лезет. Смешно. Вот. Случай в опеке. В лагере, в лагере в детском работал до подкаста. Да, да. До подкаста. До первого, да? До первого подкаста я работал в детских лагерях, теперь, увы. Увы и ах, уже не получится. Таких людей, которые рубят правду матку, не хотят видеть там. Увы, я уе так говорю. Да, вот. Ну, вообще, ты как бы себя описал? Вот, например, если бы тебя попросили, расскажи о себе. Вот это всегда сложно, конечно, но раз уж потребовалось, расскажу. Во-первых, я считаю, что я честный человек. Ну, в первую очередь со своими друзьями, с кинетушками брать. С вами всегда честные. А больше не надо несколько. Вот. Я очень легко нахожу контакт с любым человеком. У тебя есть справочник, телефон. У меня есть справочник. Я такой Петров, на чистоту Петрова. Короче, мне нравится описание, то, что с начальником и не с начальниками, с людьми, в общем, людьми, в Макдональдсе и так далее. Я найду общий язык абсолютно любым способом. С начальниками, с начальниками в Макдональдсе, там. Да. Со всем. В основном с начальниками получается. Вот. Как бы еще себя. Очень я, значит, в каких-то моментах неответственный. Неответственный. Но если работа ответственный, если что-то, где можно проебаться, я обязательно это сделаю. Заливает. Заливает стопу. А что, на работе тоже думаешь, что ли? Ну давай, давай, спаривай спаривай тогда. Ну блядь, пиздец. Димас, мы завтра, ну сегодня мы ведем свадьбу, а утром, блядь, Димас мне звонит и говорит, братишка, мы можем у тебя чуть-чуть и посплю. И просыпается. А вы в этот день свадьбу должны. Ну конечно, блядь. В эти дни я тебе таксу. Заказывай, заказывайте, пацанов. Я вообще, я хостел для Димаса, на самом деле, всегда. Но я готов принять брата, потому что... Он платит. Я не хочу просто, чтобы другие люди видели пьяненького, моего пьяненького брата, блядь, а я уже насмотрелся. Это отвратительно. Серега, Серега, Серега. Да и Рой, может быть, с его ногой все-таки девственность когда-то и потеряет. Серега, Серега, возьми пьяного. Да? Возьми пьяного, он же мне один раз написал смс, такой, возьми пьяного. Это смешно. Так, ну что еще? Так он в Сочи к нам заходил в этот... В приморке. Да, в приморку, стучит в дверь, туп-туп, часа два ночи, а мы нормально все спим. Все пацаны спят, я открываю дверь, Димас стоит. Пустишь. Таким еще голосом я смотрю на него, и он так... Пустишь. Усну на полу. Блин, Димас, вот когда пьяненький, он и так добрый, в принципе, человек, но когда пьяненький, это вообще, это, блядь, одуван, конкретный одуван вообще. Он такой, знаете, меланхоличный очень, так назовем. Он такой, эх, как мне грустно, не такое. Дайте водочки, пожалуйста. Очень люблю водочки, очень люблю водочки. Вот. Ну вот в целом-то, наверное, много чего есть еще рассказать, если хотите пообщаться, пишите. Вот. Люблю женщин, люблю выпивать, люблю, собственно говоря, гулять. Вот наш... Ну просто... Ответственно, но безответственно. Ответственно. Просто люблю... Блядь, вообще. Просто, я говорю, вот так, если я буду пьяный возле двери жены стоять, надо еще имя выбрать, такое, знаешь, типа, блядь. Чьей-нибудь давай просто возле двери чьей-нибудь жены. Чьей-нибудь. Ну Светка, бля, Светка, просто гуляю, люблю гуляю. Вот. Работал вообще во многих сферах, ну в основном в творческих, в университете работал. В вертолете. В лагерях. В лагерях обожал, обожал работать в лагерях. Это мое, прям вот, понимаешь, я приезжал, и знаешь, в чем кайф? Короче, раз мы с Серегой работаем на мероприятиях, и там мы пьяных людей развлекаем, и там людьми как бы руководит алкоголь. А в лагерях вы, получается, стараетесь сделать так, чтобы они не напились. Это одна из основных задач. Нет, а тут ты, короче, выходишь, и люди тебе просто так трезвые, потому что дети не пьют, ну да. Они трезвые, тебе энергетику вот эту дарят, которую ты, типа, ждешь, ну, на банкетках, поэтому это вообще очень сильно заряжает. прикольно. Да. Давайте дальше начнем знакомиться. Давай про Рома расскажем. Рома. Рома вообще, это человек краеугольный, краеугольный, правильно? Краеугольный. Краеугольный камень. Краеугольный. Ну, не факт, что это, типа, я не знаю, что ты имеешь в виду, но не факт, что, типа, прям уместно это слово. Да, давайте это вырежем. Нормально. Многогранный человек. Да, да, да. Многогранный человек, потому что разные, разные, разные года, разные грани, вот так скажем. Да, да, да. Да. На сегодняшний день этот человек, который очень отличается позитивом, да, трезвым и здоровым образом своей жизни ну и умом и умом и как мы как и ты идите ты тоже дима ну типа трезвый ум же ты же одну отражаешься тело оставляет желать вот и что сейчас роман допустим веган да в это правильно я просто у бля слова такого нехалу просто нехалу живущего происхождения короче просто питается как ему как он считает правильно рома прошедшие все круги ада да я думаю не по разу начиная с города откуда он родился когда когда рома из коголыма давайте начнем с этого когда все со всеми сопутствующими собственно штучками рома обезбашенный чувак то есть я так сказал как будто я из девяносто восьмого года встретился мы обезбашенный жевачку короче обезбашенный реально чувак потому что у него сейчас он он использует эту обезбашенность прям в грудных прям прям правильно от неба найти еще своего какой-нибудь куда свою энергию направлять сейчас направим вот рома рома владелец очень странных и смешных историй либо вообще я думаю в кинем сегодня парочку да да вот он он еще так рассказывает ну он рассказывает эти истории это в натуре как это могло с ним произойти короче как мы с ромой познакомились мы с димасом играли в одной команде к в команду называлась кишинев довольно таки просто довольно таки команда к в эдаке довольно дорома играл в более несуществующим вузе но он и тогда не особо такой типа блять чё у вас типа из классного было вузе и по андрюха зубов и переход в общагу до теплый больше в а и евгений сергеевич ручудина ну и мой кардиган если он был в этом вузе да еще один классный предмет предмет добавлялся короче рома учился в этом университете в академии в академии самая веселая запоминающаяся история из у роминого обучения это как он продавал пирожки да и бар про про ромин и пирожки это вообще охуенная история рача у них закрыли буфет из денег я не видел вообще никогда ты нормально подымал сколько в день было ну типа этот получается всегда было 40 пирожков в день да сначала сначала они стоили по 20 рублей получается и еще получается два термоса я к бабушке с дедом заехал взял термос трехлитровый башню наполнял их любовью кипятком да и короче брал пакетики чайные покупал их за 100 рублей 100 пакетиков прикиньте как лет типа 90 с чем-то даже и продавал по десятке чай нормальный навар вообще конкретно тысячу процентов получается почти что да ну 900 процентов да да и а пирожки получается маржа у пирожка маржа венцин типа себестоимость пирожка была до 4 рублей а продавалась тоже за 20 и потом короче я научился делать сосиски в тесте и расскажи вуз которым ты всему этому научился тюменский государственная академия мировой экономики управления вот ребят вот ребят на пирожка экономика экономика на пирожках давайте еще раз напомню про что подожди сосиски ты чуть сосиски в тесте оказалось легче делать чем пирожки пиздец история захватывающие и за 25 рублей хорошо идет дороже сейчас после этой фразы ты должен уходить под взрывы на рома общепит либо под взрывы блять и экономики блять российской федерации на там завтра сзади графики просто ломается в сосисках тесте раз либо а этот про круги ада давайте уточним какие круги ада мы говорим короче мы просто есть круги ага ада которые уточнять нельзя но мы просто намекнем что веселился расселились да мы все мы все вот как раз за счет кругов да 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 весельчаков я и окунаюсь по сей день ну типа ты подпеваешь мне нравится пить достаточно легкий круг а не надо да но ты зато как бы на одной волне с общим населением да 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 знаете какой самый короче идеальный коктейль знаете есть лонг-айланд но так короче и составляющие лонг-айланд а знаете водка и не не там 55 ром 5 4 ром и короче 5 ромов и у барменов есть заготовка короче лонг-айланд чтобы потому что это очень ходовой коктейль чтобы ты просто сразу же налью составляющей сверху колу лед лимон вот и кого-то из момент из момента я начал пить сам концентрат лонг-айланд рюмочка и рюмочка чисто лонг чисто лонг и все вот 45 рюмочек и вот прям лонг-айланд и пас я бы сказал короче давайте мы вот играли в квн в разных командах потом чё-то чё-то как-то произошло мы начали играть в одной команде сборной тюменской области на нас возлагали надежды даже димас там за димаса зацепила ручал немножко покричал я даже так скажу и короче мы как-то начали думать по поводу интернета ну начали типа думать снимать скетчи по что рома давно снимал скетчи до этого еще снимал у него там были даже разъёбы там по два по 500 миллионов просмотров ну реально это было такое и короче мы играли играли потом мы что-то уже думали что все пиздец сочи как разъебем сейчас как попадем в телевизор но мы год жили с этой мыслью справка справка для людей которые не шарит квн короче кивин быстренько что такое сочи в январе собирается 500 команд которые собственно и выступают просто выступают перед редакторами в течение пяти дней просто с утра до вечера нон стопом смотрит и редакторы уже выбирают команды которые будут играть в телевизионных лигах мы короче надеялись что мы будем играть но не попали никуда и решили развалиться это вот первый раз же квн на розе хутор или второй 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 раз это был 16 год и короче после этого рома такой тык и тык и тык и тык говорит я поехал в нефтьюганск да поехал в нефтьюганске у него жила его уже будущая жена лера нынешняя же простите короче все перебил очень похоже как будто ты интервьюер вот ты собираешь биографию известного человека от известный человек бездушный какой поехал в нефтьюганск он работал там в роснефти но со всякими душнорями короче туда и сюда и в какой-то момент это уже было после моей свадьбы 2017 году а рома там как раз сыграл свадьбу я у него там так нехило наебашился вообще слюняку конкретно и все и мне звонит короче в август 2017 года как сейчас помню бля братан я так заебался я не знаю чё я здесь делаю я не знаю блять за что я бабки получаю надо горит возвращаться и придумывать приколы и все и мы как бы он приехал мы начали придумывать как-то приколы как-то это все было ну так типа приколы приколы потом туда-сюда что-то а его и молдова и все и потом рома разъебал но это уже был в девятнадцатом году два года мы просто прикалывали ну а нынче роман один из самых топовых известных тюменских блогеров звучит очень нормально соточка у него почти соточка подписчиков может быть когда выложим подкаст уже будет 100000 подписчиков вот рома очень добрый очень справедливый он по гороскопу рак это тоже много говорит рома были на самом деле это один из один из немногих примеров ну типа семьянина человека который типа любит свою жену реально любит свою жену поэтому бля тёлки которые пишут ему в инстаграме пишите мне ссылку оставлю да вот короче мне можно не писать сразу можно в трусили ну короче у рома со стороны кажется типа веселый там ну типа клоун короче но наверно кидать он вам еба как может жестко зажили были вот теперь подбираемся медленно медленно к сергею шмиду это я интереснейший человек в моей жизни я знаете как сказал как будто я жил короче подумал как я бы себя описал двумя словами я добрый гопник да не это гопник такое слово беспонтовый в общем понимании людей типа ну такую просто быдло эрудированный пацан да ну может быть мне кажется это мы уже ну настолько типа далеко от типа этого что мы забыли кто такой гопник да нет ну не гопник и типа не который войти сюда мелочь дай блядь я тебе дорогу покажу короче серёга не пьет алкоголь теперь вообще да потому что бывали моменты и случаи когда ему просто приходил сам господин алкоголь и сказал нам с тобой не нужно встречаться из команды больше никогда но это так происходит потому что серёжа очень очень если ты гришь про справедливость серёжа очень любит справедливость поэтому самосуд тоже любит самосуд на лицо нет короче серёга такой человек про справедливость я хочу сказать потому что его справедливость не то что в его сторону нужно справедливо а типа как принято но многие люди допустим ведут себя неправильно и серёжа пытается не пытается он доказано но типа он такой и у серёжа это становится в какой-то момент виде миссии смеси такой так сказать типа вот а когда я пью я когда пил я прям доказывал на где-то weekend вот серёга это один из самых ворчливых людей которых я знаю то есть это я в 12 лет стал дедом то есть вот еще знаете когда есть ворчуны которые тут находите серёга же еще подбирает и по искусные фразеологизм и типа не просто чего тут вот самая ходовая фраза которая типа вот у серёжи появилась она на свадьбах тоже присутствует он говорит давайте загуглим слово внимательность да 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 вот это вот эти вот сарказмические ребята а вот букву в зачем изобрели я люблю люблю подтягивать типа людей ну как-то не просто говорит что он еблан ну искусно намекнуть ему будет весело и я вообще после но и короче серёга и лучше не спорить да ну потому что бесполезно что бесполезно я скуряли бесполезно особенно если но сейчас вот он не выпивает это это вообще это очень хорошо да ну и серёжа так считает тоже вообще ништяк на самом деле на рома вообще не выпивает уже сколько ебать 16 года со свадьбы да уже четвертый год да ох скоро я серёгу на обязательно как-нибудь есть серёга вообще этот мне вот все достался серёга мне так скажем это полностью уже готовенький все все хорошенький все как бы идейный пацан все ничего короче никаких плохих о нем вещей сказать невозможно доволен счастлив что он здесь вот давайте по зашкварной истории по роду зашкварный мы все равно на монтаже выберем какую из них и вы не говорить я справляю скорее всего все все с бухлом будет связано выше про рома я про вообще не знаю просто в сочи в том не было короче и на все с бухлом до соответственно все зашкварной истории с бухлом ну король про колонны что давай это на камень каменимся проигрывает про того и рассказать раз два три и мадимара меня давай ромчик про кого второго 1 2 3 про димаса да давайте димаса да 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 давай про я знаю про секс про секс на на бетоне да не 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 ну короче не был секс на бетоне у димаса прикиньте дим димас жесткий тип не то что на пляже в непосредственной близости я тебе так скажу этот бетон блин а какая не ну это не зашкварную прикольная смешная история но не не будем рассказывать вот когда короче димас они не димас когда кто-то из нас попадет на вообще в принципе на что было дальше идеальная история про что я вот смотрю с балкона и что было дальше там собственно на бетон там как бы ну уточним просто отмостка до отмостка блин я не знаю про чё рассказать димас поможет намекнешь прошло да нет вы хотите походить я не помню просто расскажи да нет это такая тема там всякие начнут значки полетят не будем уточнять какого из автономных округов насколько в россии это разъем потом приколем да я не знаю слушаю меня так-то все вот они как бы как я короче могу сам про себя рассказать как его проститут деньги украл да 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 короче ладно такая история ребята сейчас я в себе просто будущую жену нахуй удалил и утяжь это линии на ладони ты скорбишь по этому поводу по какому ну по поводу того что нет моя жена должна обо мне знать все нет 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 не про про проститутку но я же вернул ну все все вот ты просто поигрался короче история легкий флирт короче история так получилось что я оказался у женщина с древней профессии опять же под алкогольным опьянением как качиха единственный раз давайте один раз один раз я оказался у женщины выпивший и типа все получилось уже все прошло но там уже рассказывать не будем в этот раз родители тебя не поджидали подружка подружка секундомером отличный результат короче она ушла в душ подружка вот ясно я деньги которые оставил на комботе а ты как ты до положил или позаду это анализ был зашел привет привет утром деньги вечером стулья так говорят после анального секса не надо на четверых короче вот и я вызвал такси и вот во мне вот этот дьявол короче лишен твои деньги и это в душе и такси подъехал это давай все забрал деньги ушел сколько это денег 30 важно до 350 короче сколько-то денег и через час через час может быть чуть меньше мне звонок получается ты священную просит мне не кончил слушай слушай мне звонок мне звонок я такой беру трубку и я тебя такого не ожидал дима да я такой жестко она сказала так она так сказала что да что ну вот я так это игру извини пожалуйста его давай отправлю тебе деньги прикинь тебя застыдила проститутка да нормально темно да я правильно так сказала вообще блин его по поводу проституток короче я вот за легализацию проститутка конечно король за легализации честно короче вот я перевел деньги обратно все нормально да представляете какая бы может быть воспитанная проститутка бывает шабо нет на самом деле вообще вот эти ажида шабо бывает же и самом деле вот женщины которые продают любовь за деньги они очень умные я не про них говорю бывает я назвал этим плохим словом девочек которые типа ну я типа не проститутка но если ты ебнешь да будь добр там айфончик или чего-нибудь ну типа ты просто дорогая проститутка еще и не воспитаны с тобой не о чем разговаривать а если ты еще в гражданском браке живешь ты еще и бесплатная да да ну это про это мы тоже мы брали про этого ган но этому интересно гонца веса интересно мы это вот прочувствовать конечно не можем какой именно ну вот почему то мы же не можем быть проститутками но мужики могут быть кто покупает кто-то конечно конечно ну типа не только как будто разбираем да конечно статаре но смысле же на пятница суббота летом забита женщина конечно чем женщина покупать мужика проститутку они подойдут есть женщины есть женщины которые плюду по-любому который очень состоятельные которые или может быть не очень состоит из с премий премии 13 зарплата прибавил кабелька ну вообще у каждого есть цена я тебе так скажу ну большинства людей поэтому как бы ну есть мужики и девчонки сидела и чё ты какие бабки то вернул ты поехали в кошелек на киви кошелек на киви нихуя прикинь а у нее даже киви с она вообще конкретно прошарен и кажется и терминал там сказан с онлайн кассы да вот лицензия вот сертификатики да вот и обучение проходил как у этих упаривания квалификации да 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 давайте зашкварные давай сейчас поебемся а завтра записывайся на ноготочки на вебинар но вообще про проституток и димаса димас очень любит общаться с такими женщинами обожаю в общем типа у них интересного 3 был не был второй случай когда ничего не было с такой женщина да ладно да мы сидели разговаривали за это меньше платят не плачешь точно так же просто в какой-то момент я увидел и в ее глазах нежелание это делать я такой говорю давай пообщаемся нормально прикинь крутая же тема жестко они они как на дому типа вот это происходит ну это уж не буду точно на улице сидели на скамейке комсомольском сквере вижу вижу у нее в глазах желание вот короче девчонки поэтому если вы хотите поговорить с димасом поговорить и напишите он понравится он веселый можете прикинуться проституткой он вообще не факт что он да будет с вами заниматься этими делами поговорить точно поговорить про сережу мне есть история братья 2 рассказываю даром удастся про рома 2 мне про меня ничего вот и вот история вот меня мне интересно не знаю что про тебя рассказать да да вот история когда у тебя язык примерз язык и давайте пример с и когда ты мертвого человека в поезде мертвого человека в поезда но это прикол ну короче рома 1 мы поехали на фестиваль в сочи а там как известно все подбухивают и он ушел без нас короче без всей банды нашей кайфовать он с пацанами с шадринскими да с максом со ступняком ну изначально изначально триггером к этому послужил этот лысый артема смирнов потому что он научил пить ядер мастер запивать пивом вот и пожалуйста и все короче рома рома наш вырялся его сначала я ночью проснулся от того что стучат дверь и я открываю дверь там стоит пацаны макс тут вот макс и еще кто-то и и рома просто слюняку вот но он вообще вот уже сопля стоит короче сопля и ноги туфли даже точнее затем я что-то слышу какая-то ну я в лег спать опять комнату шел что-то рома видимо разделся слышу какие-то звуки я выхожу короче открыт открытая такая а то мы жили в апартаментах сочи открыто на кухне шкафчик и рома идет идет и как уебется пашкой об него падает короче и на меня на меня смотрит трусах и в носках квн тюмень его белый пашка с елочкой были да потом рома пошел в душ я через пять минут смотрю ну слышу душ работает это шевеление никаких я открываю а рома вот так клубочком свернулся и спит да ну конечно конечно да 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 но это был вообще размотан но это интересно ну вот где-то через полгода где-то рома и перестал пить да это было очень смешно рача вот мне есть история на она тоже не зашкварно про серёгу как раз вот последняя история которой мы столкнулись про поезд это же вообще размотище были короче мы работали в тобольске новогодние корпоративы вот надо было серёга короче не давайте сразу скажу я против насилия я против насилия ну типа неоправданного но если человек просит то чего бы не въебать короче рассказом но я не бил ник предыстория мы работали короче новогодние корпоративы и соответственно мы со звукооператором будь он ладин наш бывший 2 мы каждый день пили водку просто чисто водку потому что у нас были знакомые официантки которые рекомендовали они жили в соседнем номере он также мы как мы работали банкеты спускались из банкетов чё оставалось но это конечно же все мы раскрыли всю подпольную конечно алкогольную мафиан тобольских ресторанов короче они тащили нам водку а вот как даже белуга короче абсолют русский стандарт все на чем поднялись собственно говоря многие из нас вот короче очень хорошие вот очень хорошие и закусочка естественно каждый каждый день но все серёга короче дел но идут какой-то последняя тогда тоже что-то долго не пил и к чему это рассказывал просто описывал в какой атмосфере собственно сергей проводил время двумя пьяными людьми еще там вот эти вот обслуживающие девчонки которые ну официантки имеют у тоже веселые девчонки короче все новогодняя ночь а меня как бесит пьяные люди вот вот кто бы ты ни был друг брат ты меня бесишь и записи не еще моросишь сразу нахуй новогодняя ночь короче мы уже водку не пьем все и начали что-то налегли на шампанское и вот до курантов что-то выпили немножко после курантов получается наша работа закончилась чечевиц вот и собственно говоря мы открыли в начале открывать шампусик там одна бутылочка 2 3 ну чё там там одна бутылка по два стакана например много внутри вот и что-то там бутылочки 4 мы уронили и и знатно так уже а сережа короче когда напивается у него краснеют глаза вот и он становится сергунь и при сергоне до приходит короче все мы уже жутко заебались работать в этом тобольске потому что ну заебались короче там я еще раз психовался потому что у меня пропал кошелек наличка блять было добит на пятнашка денег у него был он потерял кошелек я узел из этого тобольска синие губы хуя на гости так что вы блять в одну сгорели наш такой выебался до конца нахуй и соответственно с таким настроением мы езжали с гостиницы приезжаем на вокзал там нет собственно на кассе не на кассе никого началась клич я начал кричать на весь вокзал наверное кассы тут придумали просто так я хочу съебаться оттуда я так кричал почему все пришла тетяка продала билеты мы подходим к паровозу своему вагону опять нас никто не встречает опять тетка мы как бы не просили хлеб да соль просто нам нужен был человек который не спит она спала она спала и там пацаны молодые проводники таки докрыта на блять спит типа заходите и собственно говоря появляется только и все серегина история короче да я захожу даю паспорт билет она говорит ой вас одиннадцатая там на вашем месте молодой человек спит я говорю слушайте ну вы пожалуйста пожалуйста постарайтесь что-нибудь с этим сделать а то мы устали и очень злые я так сказал и но я я как бы намекнул я очень тактично сказал но как бы дав дав понять что я не совсем добрый человек и все мы заходим там сидит лежит на моем месте синебот конкретный просто ну дрова лежат я его попросил ну типа молодой человек мужчина а он вообще ноль внимания мужчина вставайте из соседней подожди подожди сначала проводница говорит типа давайте я его разбужу все она подходит ему делает вот так не сначала и соседние ты что-то морять и ягру так вот а там какая-то женщина пьяная просто пьяная просто первая пьяная до женского пола 1 января да это первые на 6 утра было пацкарт гри честно чё-то море диме ягру так вот тут спит говорю походу ваш с кем вы бухали сара за бутыльник дарой подождите сейчас мы все сделаем вот один в один снимаю подходит проводница что-то начинает вот дербушить этого чувака такая мужчина он вообще он вообще типа ну давай на по массирование там щечки корни она проводится ему так делать я короче понял что это бесполезная тема и чуть-чуть просто ну короче серёга берет его за руку и замок и наху в проход выкидывали я хотел это более более мягко рассказать поможет уже долго это продавали полки на 1 конечно не со вторую ничего не что короче там уже нормально времени прошло что мы подождали серегу так в проходе 5 утра 1 января так простоял не даже не винись все короче я нет ни в коем этот чувак этот чувак с прохода встал и куда-то побрел как брел да как он при что-то приходит и тип еще какой-то пришел видимо еще один собут или типа это типа так что либо чё там сейчас там а мы такие как бы разговариваем нет чё бле да все нормально такие были приколы вообще не был настроен на и под нормальное решение проблем ну как я не был настроен что типа всех ругать короче но я просто мне бесили блять все это тип лег на верхнюю полку надо мной и мы что-то сидим с демасом тоже наш звукарь тоже на вторую верхнюю полку и улег и мы что-то с демасом едем смеемся короче но тихо смеемся разговариваем смеемся подходит женщина на периодически собирала вещи своего друга да там ворчала вот примерно на содержание ее всего вообще монолога было и она короче подходит ко мне и говорит ночью наклоняется ко мне прям вот так отвечаем вот и вот так выносям бы мне а ты пиздел учет пахнет ягру чем водкой игру конечно блин я думаю вообще чё зарблять короче пришел этот тип до типа жилье ну а да он посидел потом лег да он типа уснул мы что-то уже все разговариваем полчаса муж прошло и я слышу с короче с верхней полки начинаются такие я может быть он вас не с кем-то разговаривали я стою я был тактичный гри мужчина грудь пиши не кричите игру хватит мужик успокойся игру да хватит ну в кого не всегда три раза типа нормально и потом слом да все и я слышал он поговорить его успокойтесь успокойтесь я чуть-чуть леща дал просто ему он лежал же успокоился серёга снотворный возможно сейчас могут сказать ну а как вот да нет я я я вообще не говорю что это все правильно было но просто это вот типа как весь это описывает меня короче что мне бесит во первых яны и которые моросящие люди ну типа ну а почему не не наказать человек давайте песню как он подгрыз мне нужно проделать для девочек он песню красиво черри черри леви но ты вот короче если бы тебя димас сказали вот вот сейчас спой самую козырку песню которые дима девчонки потекли красиво спел эту вот да я не знаю это носков нет я смысле не припев да я не знаю я бы всегда медляк короче поем если кого-то если прям хочется кому-то но типа обрадовать я должен петь песню в которой обязательно уверен да это это ворум и агутин королева к королева но никто не увидит но никто не узнает о том что ее тайна о ну что девочки а тайна и молодец это узнать меня в толпе покорил тебя до свидания тоже тогда пьянки да был конечно бля я в караоке короче пою чисто для взрослых взрослых будничных девчонок у деда точнее которые знаешь будить чтобы не прийти в среду подбухать в середине рабочей недели и тут я такой что женщины джейнская рубрика вот рома начал говорить по поводу того что вот там по поводу детей там туда-сюда девчонкам много говорят участвуем все последнее время вообще много слышу вот типа надо жениться пусть замуж выходить уже там туда-сюда девчонки зачем бля вообще зачем типа жениться вот зачем жениться как вы думаете ну типа что все узаконит а чё узаконивать нужно ну там чё кэш какой-то получите потом квартиру там все то что пилить ну соответственно ты допускаешь ситуацию что вы разведетесь жени типа это обозначение конкурент не знаю как вот для всех по-разному но вообще как бы чтобы объяснить я попробую это типа типа если она тебе женился ты моя жена это значит я сделал свой выбор мне больше не будет других женщин кроме тебя и когда у меня есть кольцо и когда у меня в паспорте штамп штамп я могу тебе типа предъявить ну а на самом деле ты можешь не так вот но но для всех для общества это мой муж это это мой муж он не может и с кем другим быть блин ну я вот не знаю короче я просто если все обнулить да мы же животные по факту люди же животные вот если собака понравилась собаки надо узаконивать их отношения нет же блять собачьего загса или если нет если бы был бы собачий маркетинг ну да 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 ну вот свадьба это чистый чистейший маркетинг каждой девочке хочется побыть блять белом платье собственно вот это вот все это свадебная индустрия вот это вся сейчас родителям хочешь я не понимаю нет короче вот про белое платье типа побыть принцессой я вчера с девчонкой разговаривал по этому поводу если девушка у девушки есть запрос на то чтобы почувствовать себя принцессой значит ей этого ощущения не хватает в жизни вот я и после свадьбы она улетучится на маленькое количество времени то есть если она чем-то не удовлетворена до свадьбы просто в отношениях то скорее всего она если вы не есть не какой-то под но подход не поменяйте то у меня также будут какие-то такие заплеты и после свадьбы но это для меня вот я у лёхи спрашиваю у нас есть друг лёх и он круто вообще объяснил зачем свадьба нужно зачем он говорит это праздник это просто праздник у нас а кому нахуй праздник нужен кроме как объяснил он говорит у нас в семье была такая тема что мы очень часто собирались лишь на похоронах кого-то там то есть родственниками семьей там и так далее с теми с кем не видимся и как бы ни разу на воскрешение мы собрались мы короче это вот это праздник просто праздник семьи который блять просто весь возле сильный возле детей ну то есть а то что там появляется сейчас очень много много-много всяких фишек свадьбе там ведущие там лимузины это все одну тоже маркетинг и мода на все да просто напихали напихальда мы какие-то беспонтовы с димасом ведущий я вот вообще не вижу смысла в свадьбе в ведущем там ас вот ладно свадьба можно ведущего можно остальное все нахуй простите меня оформители группы фокусники сразу блять идите через все свои кольца нахуй вот блять не там фокусы шляпу первые первые знаете кто нахуй пошел до лазер шоу молодец не лазер шоу нахуй на корпоративу что на корпоративах люди ой нихуя те как это лазерами можно выстроить рисунок но вообще блять и бать и бать люди инженерами работают и охуевает от того что лазер лазер от зеркала отражается и дальше идет вы сука вы знаете блять как зайти в лес сказать вот тут есть нефть прохуярить там огромную дырку достать ее из этого и тут нихуя лазер блять фокусник блять в этих паеточные пиджаки блять вообще пиджаки в пайетках знаете когда были типа прикольные никогда всегда уёбишь ну ладно ну они же не ходят блять в пиджаках желтая высота 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 этой индустрии произошла в тот момент когда эти пайетки смогли менять цвет у меня да 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 мне очень а еще были вы видели сейчас вы как отреагировать давайте лазер нашел на хуй а просто все в пайетках ну вот короче просто я считаю что свадьба это когда вам двоим захотелось сделать праздник день рождения вашей семьи в этом случае да я не считаю это типа супер с зазорным типа да нет это не зазорно просто я не не знаю зачем это главное просто есть свадьбы которые делаются ради свадьбе потому что надо я сейчас вспомнил свои последние слова на свадьбе знаешь какие все стоят кругу короче мы короче стоим в центре круга микрофон беру всем спасибо надеюсь на дальнейшее сотрудничество я помню блин единственная свадьба которая помню это легкина потому что вот твою свадьбу я половину все уже кибутку со по половине все помню я уже кибутку засмотрел короче свадьбу и там видоса мы типа друзья в конце вообще поздравляю я блять вообще не помнишь как выше я там короче стоит толпа людей там подружка нас рассказывать что такой то тост плачет что-то на души что-то рассказать а я сзади там с тобой причем откуда-то там типа враневская стояли там выход и почему это говорил а про свадьбу то что да да блин и свадьбы короче девчонки поверьте ну вообще я вам еще раз говорю что это все от каких-то во-первых стереотипы типа девчонки смотрят на других девчонок вообще бля я вам скажу честно люди которые готовятся к свадьбе ваша свадьба нахуй сто процентов не будет такой как вы ее себе представляете я вам клянусь если будет я лично приду из испорчу короче мне реально вот отвечаю ни одна свадьба в мире ни одна нахуй вот блять не проходит так как человек это и невеста чаще всего обламываются поэтому блин да просто любая свадьба свадьба знаете в чем ошибка изначально свадьба то если типа девочка хочет почувствовать принцесса там это но типа если свадьба будет точно себя не сможет почувствовать как принцесса когда сможет это почувствовать если там целый праздник стук гостей происходит я тут типа главный я должна быть что-то на тебя и вообще причем я хочу почувствовать себя принцессой но что говорят на встрече молодожены нас сильно не трогайте это праздник для людей короче это 2 охуенных примера и свадьбы это человек который рисует нам все еще логотип мартынов там было очень к и наша подружка настя костюк мы вели у нее свадьбу а у нее свадьба была короче у нее дома коттеджик короче и такой навесик они построят четко там вообще просто какой пафос какой что там блять даже комары которые подлетают не буду просто горячего нам чуть-чуть дайте это позитиво то есть тут все все были свои то есть я как бы вел я знаю там только вот близкую маму папу их знаю а остальные родственники они просто внутри как мне как родственник момент стали и и вот это пример свадьба то есть вот это пример дня рождения семьи они свадьба ради блять не знаю просто бабок выкинуть выкинуть потом попробовать отбиться отбить свадьбе когда мы вели свадьбу и потом через пол 8 месяцев примерно я вижу невесту привет я короче не здорово общаюсь через минутку понимаю что это мы у нее свадьбу ну и таких случаев у нас есть парочку может быть больше мы их не знаем я развелся через полтора года почти что это было блять сто процентов моя про мой проект короче блять стоп как раз ну вообще чтобы там не говорили ва но нет а сам это говоришь на простыми ножи дата девчонок как нам блять у вас и пацаны на яче сам развеялся я просто проебался да ну типа я не изменял там вся хуйня ну просто проек проебщик такой забыл где живу до не пришел в этот момент блять культе год не было да не нет это просто такая тема твердая короче тяжелая не суть не судьба вообще короче если ваша девчонка просто пацанам совет если ваша девчонка говорит про свадьбу и намекает по просто поговорите с ней возможно чего-то не хватает и попробуйте стать для нее вот этим блять волшебником для принцесс просто браке не вот такой момент а дорогая послушай нам нужно чтобы поговорить чего тебе но ты понимая свадьба все завис чего тебе не хватает да нет просто ей нужно намекнуть как бы ты для чего ты хочешь свадьбу потому что блять в основном девочки сейчас за instagram не увидел фотограмме во нужны фотки увидел но я не женится мы не женится это тоже очень сильно влияет не это значит одна из всех тем ну типа вот у меня такого нету но типа этот у людей есть это одна из тех тем когда ты спросишь типа отчет типа родная ты точно хочешь свадьбу она скажет смысле ты скажешь но типа ты точно разобралась своих чувствах и это типа хочешь расскажет короче она не знает почему дути да он узнает навязано это слишком сильно ждите изнутри когда вы начнете так разговоре посвятую светочную хочешь свадьба девочки же хотят что в какой-то момент не просто идут по морскому пляжу по пляжу идут гуляют мой мочат ножки сталкиваются видят очень много музыкант что такое что происходит заиграла их любимая музыка и тут он такая ну не видит своего парня где же мой парень и тут по плечу так поворачивать он съебался нет а он поворачивается и и там собственно говоря вот этот эффект неожиданности выходи за меня то есть порыв эмоций она согласна и прям там бы и прям там бы жениться да и там ну короче вот я думаю что вот это вот вот это ну короче предложение же предложение то есть вот это признание что и я твой ты моя вот это все это очень влияет это это очень тонкие вещи я согласен это я не говорю что типа нахуй это нет просто кино информация видосы бесконечные про романтику и так далее и у людей складывается наверное какой-то вот идеал у девочки стереотип стереотип какой-то что как все должно быть дай почему ты думаешь что так должно быть но если человек два человека любят друг друга у них все хорошо могут и дети вне брака рождаться у нас есть такой пример у нас есть друг насколько я знаю что они еще вроде бы не это не не расписались не поженились но у них уже две дочери и все в порядке все классно блять просто адекватный человек и адекватная девчонка все возможно она где-то в глубине души хочет свадьбу но они как-то они приняли такое решение и ничего плохого от этого не будет просто семья да просто семья хорошая семья блять не верьте никому вот это блять терять и бога не знаю я сторонник того что типа естественно есть у нас родители и взрослые люди но это уже для меня сейчас объясню уж просто типа уважить уважить родители и родственников что типа вот если у меня свадьба была и ну я бы вот просто быстренько чё-нибудь крушетик ребята и мы все поехали кайфовать куда-то на море и там вдвоем на месяц свадебное путешествие охуенно проведем своих блять медовый месяц но это же не знаю почему так не все делают я один раз так вел просто мы провели фуршет какой-то момент на два часа они приехали родственников там оставили родственникам дом кайфуйте потом сняли а сами и улетели свадебном платье ништяк вообще ништяк ну вот это уважить мне тоже короче напрягает уважить дать уважить родственников аж актива как блять учиться для родителей нет это все нахуй посланы и ненужные я не знаю я просто мат многих типа нахуя учиться ну вот для родителей ебанулся что хочет стань человеком встань блять человеком для родителей просто дай им денег я бля я не доучился нахуй еще и человека мне стал я думаю прости меня пожалуйста не нужно винить тех людей, которые так делают, уважают, но это все как... Не, не, это такая тема, типа, что ты что, типа, остаешься ребенком для родителей. Ну нет, типа, может сейчас показаться, что, типа, блядь, не уважайте. Нет, просто уважайте свое желание. Вы должны жить своей жизнью. Вообще, вот это меня напрягает просто. Я не против того, что, типа, вы учитесь там для родителей. Я против того, что вы, блядь, ну, шаблоны, стереотипы у вас есть. Если вы учитесь для родителей, вы много чего можете... Значит, вы подвержены тому, что вам, блядь, навязывают все. Самое, самое сегодня, что я встретил, шаблон... Блин, ну, а слушай, подожди, а кто виноват-то, если они учатся для родителей? Родители виноваты в этом, я считаю. Конечно. Ну нет, ты взрослый человек, ты принял решение. Ты принял решение. Ну как это, 17, там, ну, типа, 11 класс, типа, закончил? Я вот закончил, поступил, и через два года... Нет, ты что, мне в прошлом году... Мне даже, да, в прошлом году мама последний раз говорила по поводу, типа, ну, может быть, там, бумажка... Да, учиться. Ну, он так это, знаешь, типа, влёгкут. Ну, не, нахуй, не надо так. Не, ну, как-то так. Ты сегодня, знаете, раз, сколько в камеру посмотрел уже вообще и смотрелся весь? Я тоже. Самостоятельность как-то у тебя, видишь, развилась, а у людей, ну, типа... Да, слушайте, это всё формируется. Типа, невозможно... Ну, вот 11 класс ты закончил, тебе 18 лет, у тебя нихуя в башке нет, по сути. Ну, желание что-то делать, поэтому у тебя остаётся единственный колышек, который от чего отталкивается, почему тебе нужно идти на высшее образование, это родители приняли за тебя это решение. Тебе 18 лет нахуй ничего не надо. Ну, вообще, не только родители, среда. Ну, не ты же виноват, получается, родители виноваты. Среда виноват, братан. А в чём их вина? В том, что они хотят... В том, что они не воспитали самостоятельность тебе. Ах, да не только родители. Среда, учителя, учителя, потому что они всегда... Тебе, блядь, 11 лет говорят, учись, поступить в университет надо, потому что... Учителя, получается, и родители в целом. В целом, да. Система в целом. Ну, среда, в которой ты обитаешь. Ну, вот. Вот что вот дарить на 8 марта? Хорошо. Давайте не будем поднимать тему, что дарят на 23 фреляновские бритвы. Это уже всё и зосрано уже. Я вообще не брю. Мне вообще очень приятно, что меня поздравили. Вот изначально. Да. Вот мне там подружка моя написана. Типа, я не знаю, как поздравлять с этим праздником. Давай, но... Вот. Зачем ты? Рассказал всем, что ты моя подружка. Она сказала, я не знаю, как поздравлять с этим праздником, но такой защитник мне точно нужен. Бля, это вообще, бля, я бы просто расплылся бы сразу. И всё, я такой, блин, я говорю, да... Мне похуй на него, на этот праздник. Ага. То есть как бы... А я такой, бля, давай, всегда поздравляю так, пожалуйста. Вот. А на 8 марта уже тут не откупишься с овечками. Ага. Понятно, все дамы говорят, главное это внимание. Ага. Ага. Потом подаришь мультиварку. Конечно. А потом всё, пиздец. Ну, нужно просто запоминать, что твоя женщина хочет. Ну, какие-то вещи говорит. Детали, детали, внимание к деталям. Я когда был женат, я не всегда, короче, к деталям был внимателен. Но сейчас я точно это понял. И, типа, подумал, что я вообще тупой был в этом плане, короче. Ну, это же с возрастом. К деталям. Если она говорит, например, там, ой, какое красивое там это, ожерелье-то там, или ещё что-нибудь. Хоп. Намотал на ус. Бам-бам-бам. Цапнул. Она пиздец будет. А что сложного, блядь, сказать, мне нравится вот это ожерелье? Они говорят. Не хочется. Ну, не всегда. Не всегда. А потом, блядь, обижаются нахуй, какого хуя, я не понял. Это такие девочки. Они же, блядь, с Марса, а мы же с Венеры. Я не понимаю. У меня вообще никогда такого не было. Да, меня бесит, блядь, вот это. У меня не было такого. Блядь, я не понимаю намёков. Блядь, так это не на то намёки, что их, блядь, не все понимают. Такой момент, типа, ну, просто, да, элементарно разберём, опять же, вот эти, намекала на какой-то подарок. Как, блядь, я должен был это понять? Если я, ну, отталкиваюсь, что мы, блядь, с Марса, а не с Венеры, я, блядь, вот, не могу, нахуй, понять это. Потому что я же не должен всю жизнь, блядь, на изжоге, блядь, про что она имела, блядь, сейчас в виду? Про что, блядь, она говорила? Ага, ей понравилось. Она такая, обожаю пюре. Пюре, значит, ей что-то нужно подарить оширели из картофеля. Нет, так же, ну, не может быть. И поэтому, я думаю, ничего нет сложного сказать, что, блин, я бы хотела вот, ну, это, конечно, опять же намёк. Или там, а подари мне вот эту тему. Ну вот, а что, хуёво? Хуёво как-то. Хуёво как-то? Ну да, 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 типа, это же загадочка там туда. Ну просто, пацаны, будьте чуть-чуть внимательны, а девчонки, ну, время от времени, если вы что-то хотите, ну, и если вы не намекали, не говорили, вряд ли он узнает. Распечатайте, повесите на холодильнике. Да, ну или поделитесь с подружкой, которая намекнёт мягко. Сделайте карту желаний. Да, возможно так. И научите его делать карту желаний. И всем полезно, и всё полезно. Ну это же, блядь, хотя бы видно. Ну да, хотя бы видно, да. Ты такой, о, нихуя написано. Не надо между строк читать. Бля, ну главное, не дарите огромные букеты цветов. Огромные букеты. Это так пошло, это так, блядь. Я не понимаю, вот эти сто роз там, даже полтишок роз это много. Во-первых, это бабок много, типа, вы можете подарить маленький букетик из кустовых роз всем девчонкам нравится. Но хавчик. Все, и там, и посидеть, похавать, например, пицушку там, не знаю, вы возьмите бутылку винца, сядьте на качеле в этом, во дворе, и сидите. И не надо с этим огромным, блядь, букетом ходить, она будет с маленьким. Ну, это же для тех пацанов, типа, павлини хвост, вот это животное, хуйня. А, ну да, да, да. Типа, когда у павлинов же, типа, у них же самцы эти, с хвостами-то бабок, просто, типа, ну, блядь, опять со своим хвостом. Пахуй, какой хвост волчара, ты все равно схавает. Когда волк молчит, лучше его не перебивать. Когда волк молчит, лучше его не перебивать. Короче, вот, ну и, соответственно, вот эти 100 роз, это тоже, ну, ничего страшного. Ну, это пошло, блядь, ну, пух. Я не знаю, если у тебя хватает мозгов подарить что-то по пизде, и еще и, блядь, интересно, это подать, то дари, блядь, маленькие. А если, нет, ну, трать баб. Не, я вообще, вот, в плане подарков, я только советовать могу. Блядь, я вообще не умею, нахуй, их выбирать. Иду, да даже, не обязательно девушки, просто на Новый год я захожу в торговый центр, и такой посередине стою, такой, и что, блядь, может быть, плиту, может, кусок стекла, а может, ты чисто по стереотипам бьешь, так, она женщина, можно ей плиту? Не, да я просто не знаю, я типа подхожу так, а пригодится ли ей крупа? Да вообще, блядь, вот заходишь в торгушку, да, перед Новым годом, перед праздничками, да, подарочные наборы, какого хуя вы думаете, что, блядь, набор из, из говна, и еще какого-нибудь говна, подарочный? Ой, можно дарить. Я считаю нормас. Да нет, это залупенцы, чаще всего, вообще. Я родителям такое покупал. Блядь, мне кажется, это вообще, ну, типа, когда фантазии нет, что просто людям впихнули. У меня есть фантазия, но я вот не умею выбирать покупку. Не, однажды я сам родителям упаковывался подсвечник, гель для души, а что-то еще там вот в этом. Подсвечник? Подсвечник гель для души. Да, там, ну что, новогодний, типа с елочкой такой. Бля, где купить подсвечник? Это же канделябр, типа называется? Или канделябр, это вот это? Для такой свечки, который кругленький. А, один, одиночный, одинарный канделябр. Биздец, ты просто, наверное, прижил в магазин подарков, можно мне что-нибудь кругленькое, для кругленького. Я такой, может быть, чекрушка? Такой, нет, может быть, тарелка? Нет. Подсвечник. Просто понимаешь, чисто на 360 рублей вот что набираешь, типа вот. Если бы мне в голове, короче, приставили бы, типа ствол, и сказали бы, блядь, короче, через час должен быть подсвечник, я бы отвечаю, я не в магазины, я бы побежал в церковь и пизданул бы эту тему, которая свечка, что я не знаю, где их взять, а там точно есть. Два. В Леруа Мерлен. Справа и слева. И сверху вниз. Ну и вот, что дарить на 8 марта? Ребята. Эмоции. Всегда дарить им эмоции. Понятно. Просто с какими-то вот бонусами. Ну, возможно, цветочки. Цветочки, например, и полет на параплане, например. Или там прыжок с парашютом, например. Ну, грубо говоря, там, ну, чистое сопли. Сертификат, вот это, знаешь, тема сертификат. Бля, ну это жестко. Я тоже не понимаю сертификат. Ну, есть вещи, которые, допустим, я мечтаю там, грубо говоря, не я, абстрактный, я мечтаю спрыгнуть с парашютами. Мне, друзья, типа надежды дарят сертификат на прыжок с парашютом. Да, нормально. Нет, сертификат на 2000 рублей в Ашан. Вот это, в Тайлотус. Нет, Тайлотус, ладно, вот подарочная карта в Ашан. Такая есть, есть, перекресток там, кто-то дарит. Да, ну, нахуй. Дарят, дарят. Есть люди, которые реально дарят. Ну, это практически, практически. По 2000 рублей. Ну, нахуй, тебе вот этот посредник. Ну, не, на самом деле, знаешь, как полезно, типа, вот у меня лежал сертификат, мне как-то зарплату заплатили сертификатом. И у меня лежал сертификат на доставку, а у меня что-то паблишка нет. Вот тут 23 февраля было, я пацанам бате и этот Дэн, ну, короче, чисто ролл с ушами с этими спицухой заказал. Вот так, ребят. 23 февраля пожрать. Вот это в этом случае полезно. То есть ты передарил, да, сука? Почему передарил? Это зарплата у меня такая. А, ну ладно. А так дарить на 8 марта сертификат в Литуаль, нахуй, вот это вот, это все, это сразу похороны, мне кажется. Ну, типа, ты когда даришь сертификат в Литуаль, ты просто не знаешь, нахуй, какие духи она любит и что ей надо. Ну, это же через девчонок. У твоей подруги по-любому есть подружки, которые все знают. Они же по-любому... Ой, я хочу, чтобы он мне подарил духи Шанель номер 5, это в маленьком, до 38 миллилитров, вот только это и хочу. Бля, я только сейчас... Скажи ему, скажи ему, скажи ему. Может быть, ты сама ему скажешь, только не таким ебаным голосом. Бля, скажи ему, скажи, пожалуйста. Ему не нравится, как я разговариваю. Ну ладно, заходи на хату. Максим, хочу духи. Угадай, какие? Какие? Красная Москва! Блядь, я вот не знаю, как они пахнут даже, я не понимаю. Водкой, мне кажется. Если их пьют, то скорее всего водярят. Красная Москва, это какой-то потный разгвардеец. Ельцин. А ну Ельцин всегда водкой пахнет. Потный разгвардеец. Бля, нельзя же про мертвых. Да похуй. Да кто сказал? Да. Кто-то дохлый. Короче, девчонки, вообще вот напишите, подумайте. что на туре получается сердце... Что за хуйня? Я просто раньше не отражал. Ты сказал, что типа какого хрена типа сертификат, почему не 2000 рублей? Просто типа зачем этот посредник? И у меня в башке такой типа маленький ромчик такой. Блядь. Нахуя ты учился в академии, блядь, экономики мировой, блядь? Он подходит к стене, у него всё бумажками обешано. В сертификатах. Да, там этот, линии проведены, всё вроде работало. Сейчас Серёга это говорит, и я такой, блядь, какого хрена в натуре? Я думал раньше, типа нормальная тема, сертификат в Литуаль. Почему? Зачем? Во-первых, сертификат... Ну типа мне казалось так. А сейчас я думаю... Он же из бумаги делается. То есть это, блядь, лишний, абсолютно необоснованный расход древесины. Лишнее действие. Ещё и краской покрасить. Типа какого? Чё за хуйня? Типа я заморочился. Я настолько в шоке от этого. Чё? Ничего, я просто не понял. Чё за шок был? А, бух такой был. Да. Я настолько в шоке от этого, что я... Что я реально понять не могу. Типа вот сертификат на 2000 рублей. Бля, мне кажется, у человека тогда... Теперь у меня должно возникнуть, типа подожди, блядь. Какого хуя? Не просто 2000 рублей. Да. В конверте. Ты чё мне, сука? Я, бля, может, сам лучший магазин выберу, чем ты. Да, до стопудов. Сертификат, это точно, блядь, дрянная тема. Дрянная, блядь. А, шерненький. Вот что бы ты подарил своей девушке? На 8 марта? Да. Я бы обязательно вспомнил какой-нибудь момент из нашей с ней совместной жизни, который поднимал, ну, типа, который запомнился, да? Да. Эмоциональный, который для нас здоровый. И поссорился бы в этот день, чтобы нихуя не дарить. Я делал так. Да. Ну, пишу, это было девчонкой. Короче, ну, допустим, какой-то, грубо говоря, наша песня какая-то, да? Или там какой-то просто прикол вообще. Я бы его как-нибудь переделал. Переделал бы, да. И, типа, вот, наверное, вот такое вот что-то. И плюс-бонусом какой-нибудь. Обязательно я бы всё связано с ужином. Ужин это всегда, ребята, мужики. Мужики, ребят. Очень рабочая схема, особенно в каком-нибудь хорошем заведении, типа, куда любят ходить девчонки и оставлять хэштеги там свои. Типа, ну, какое-то хорошее заведение, да? Ты чё тут свои хэштеги пораснул? Блин, ну, мне кажется, я бы дома лучше сделал ужин. По мне так лучше. Дома ужин можно сделать и вне праздника. Соглашусь, соглашусь, но не все мужики делают это, блядь. Ну, понятно. Ну, я просто говорю, что самый простой вариант. И какой-то вот обязательно вспомнить момент, который вас греет. Да. И, типа, укажешь тем, что всё, что мы с тобой вместе как бы пережили и переживаем до сих пор, для меня это очень дорого. Поэтому с праздником тебе, родная. С днём города. С днём города. Блин, а почему вот я бы, например, короче, сделал бы что-нибудь, ну, что с подружками она повеселилась бы. Это же женский день. Не ебите мне голову. Да нет, шучу. Всем спасибо. Это было круто. Мы обсудили всё, что могли. Возможно, вам опять что-то не понравилось, но мы делаем всё для того, чтобы для вас, наши радиослушатели, радиослушатели и радиовидители, для того, чтобы поделиться своим опытом, услышать вас. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на канал. Лайк, подписка. Лайк, собственно говоря, колокольчики. Любовь, уважение. До новых встреч. Да, и голос из темноты вам ещё. Напишите Демасу, что он красавчик. И мне можно. Мы пиздец поплывём, честно слою. Это будет для нас самый счастливый момент в мире. Я вам напишу.